Это программа «День с толком». Итоги года в последний день 2022-го подведем сегодня вместе в студии Елена Макаренко. Здравствуйте. Уходящий год, надо признать, не был простым для всех россиян, в том числе и для жителей нашего региона. Еще во время разгула ковида обнажились многие проблемы социально-экономической сферы края, а уже в этом году некоторые из них стали особенно острыми. Но что же больше всего волновало жителей в 2022-м и какие проблемы люди с удовольствием оставили бы в прошлом, расскажем в сюжете. Эти кадры наша съемочная группа снимала в самом конце года. В декабре, именно к зиме, проблема с общественным транспортом в Барнауле достигла своего пика. 50-й, 58-й. Полный? Всегда полный. Я втиснусь в строй один раз, наверное, дня два назад чуть руку не сломали. Дорожная обстановка в городе обострилась еще летом, сразу после закрытия моста на новом рынке. И даже несмотря на то, что под автобусы выделили отдельную полосу, к осени стало понятно, подвижного состава не хватает. Особенно автобусов большой вместимости. Из-за низкой зарплаты не хватает и водителей, а также кондукторов. Проблему кадрового голода решить пытаются, но, судя по всему, пока безуспешно. Хотя есть и положительные моменты. Администрация города уже в новом году планирует закупить 18 новых автобусов. Экономические санкции обострили проблему кадрового голода. Особенно остро она стоит в медицине региона. В поликлиниках не хватает терапевтов и узких специалистов. Многие врачи и медсестры уходят из государственных медучреждений из-за низких зарплат. Одним из поводов для увольнения в декабре этого года могло стать и сокращение льготных отпусков. Коллективное обращение против ущемления социальных гарантий подписали почти семь сотен сотрудников медучреждений. Не совсем справедливо. С одной стороны, государство говорит, что надо увеличивать количество врачей, как-то пытается это сделать, а с другой стороны, своими действиями, наоборот, отталкивает людей от этого. У меня два человека уволились, уволились из отделения, перешли работать в коммерческие структуры, тоже медицинские. Получают примерно столько же, если не больше, но гораздо проще им это обходится. Массово увольняются и работники скорой помощи города Рубцовска. Говорят, работают на износ, а зарабатывают копейки. Я нашла свои расчетки за 2018 год. Было 40-45 тысяч. В этом году я работаю на те же две ставки, но зарплата у меня едва ли дотягивает до 30. Соответственно, моя зарплата по сравнению с 2018 годом уменьшилась практически на 15 тысяч. Чтобы обеспечить себе хоть какую-то более-менее достойную жизнь, мы вынуждены забросить семьи. Мы работаем здесь сутки через сутки. Дети без родителей, по сути, растут. Ну и мы здесь, по большому счету, умираем. Как стало известно, к Новому году сотрудникам скорой пообещали бонус в виде премии. А в некоторых медучреждениях льготные отпуска решено оставить в прежнем размере. Подарок, в кавычках, преподнесла жителям края к концу Нового года сфера жилищно-коммунального хозяйства. Еще в ноябре стало известно, что тарифы вырастут второй раз за год. Причем, если в целом по России общая сумма в платежке должна была увеличиться на 9%, то в крупных городах Края, Бийске и Барнауле процент еще выше. Соответственно, 11 и почти 15%. Много это. Конечно, это неправильно. Куда хватают-то? Где-то миллиардеры богатеют, поэтому от этого. У них-то сумма увеличивается, по-моему. Многие барнаульцы уже получили первые декабрьские квитанции и сообщают в соцсетях, что цифры, по их мнению, значительно превышают предельно допустимый рост в 15%. Татьяна Голубева день с толком. Взлеты, падения, снова подъемы и проседания. Таким стал 2022-й для экономической сферы Края. Сектор, который особенно завязан на международных связях, партнерстве, поставках и сбыте, можно сказать, отстраивался заново. И хотя власти пророчат экономике страны светлое будущее, пока эта область только начинает вставать на ноги. Анастасия Дороган расскажет, в каких условиях работали алтайские производственники и в какой экономике живем все мы. Экономика до февраля и после не похожа друг на друга. Сектор, вписанный в глобальный мир, начал меняться мгновенно. Хотя, конечно, потребитель ощутил это далеко не сразу. Компании в один миг оказались без поставок сырья и комплектующих. Где их брать? Самый банальный ответ – Китай подходит далеко не всем. Есть достаточно уникальные вещи, которые Китай поставить не может. Мы, например, для 3D-принтеров берем исключительно определенную линейку приводов, которых нет в Китае. По крайней мере, те, которые мы пробовали, не подходят для этой задачи. В последующие месяцы предприятия и компании выбирали свой путь – оставаться в России или дислоцироваться за рубеж вдаль от санкций. За считанные недели одними из самых ценных сотрудников стали представители IT-класса. Им прописали бонусы – снижение налогов, помощь в ипотеке. Остальным в Москве экстренно продумывали меры поддержки и мотивировали к импортозамещению. Это слово одно из знаковых в 2022 году. Так, в апреле Станкостроительный презентовал производство металлических опор освещения. Они легче и просты в перевозке. А к лету, по словам чиновников, стало приходить в себя и сельхозмашиностроение. В единице готовой продукции более 80% именно то, что они делают своими руками, и они возят откуда-то извне. Хотя в первое время были трудности, откуда возить гидроцилиндры, например. Раньше их возили из Европы, Италии, другие страны. Переориентировались на страны Азии. В Алтайском научно-исследовательском институте технологии машиностроения освоили технологию изготовления определенной стойки для культиваторов. Барнаульский завод механических прессов выпускает колесные диски для сельхозтехники, единственные в России. К импортозамещению проще приспособились отрасли машиностроения, химии и пищевой промышленности. Заводы, работать на которых долгое время считалось непочетно, теперь стали для многих заветным местом. В сентябрь частичная мобилизация. Предприятия, где и так не хватает работников, оформляют бронь на сотрудников. И все мы видим, как заводы закрывают вакансии, которые висели годами. Но заказы от государства растут, и сотрудников все равно не хватает. И на Алтае всерьез говорят об обновлении обучающих программ для СУЗов. Вот сейчас монтажник, он уже должен обладать некоторыми нарощенными, так скажем, компетенциями. И понятно, что для каждого предприятия это свои компетенции. И здесь нам рассказали про то, как это можно совместить, про договора целевого обучения, про ту гибкость практик, о которой мы, кстати, и не знали. Итак, сотрудников ищут. В Барновском фериале завода «Кристалл», где выпускают бриллианты, нужны огранщики. Новоалтайскому заводу по выплавке металлов, который открылся в декабре, нужны заливщики, плавильщики. Шинному заводу – слесари, ремонтники оборудования. Федеральному научно-производственному центру Алтай в Бийске – слесари, наладчики, электромонтеры, сборщик боеприпасов. И продолжать можно дальше. По итогу года индекс промышленного производства – 102,6, что чуть выше, чем за период январь-октябрь. Но если компания отчитывается пусть и о небольшом, но росте, то экономика обычных жителей превращается скорее в экономию. Разницу в доходах и ценах в магазинах люди начали ощущать к концу года. И перед праздниками осознанно выбирают, что могут себе позволить, а что нет. С экономить? Наверное, на морских продуктах все-таки, на креветках, на кальмарах, на рыбе. Рыба красная, допустим, какая-то форель или семга. Я ее постоянно раньше брала, но нынче я ее, конечно, брать не буду. Это же зашкаливает. По подсчетам экономистов, новогодний стол в этом году подорожает на 14%. Но ладно, если бы все ограничивалось праздниками. А с учетом взлетевшей квитанции на ЖКХ, жителям придется относиться к расходам предельно внимательно. Можно сказать крылатую фразу «жить будет сложно, но веселее». У каждого слоя населения своя инфляция. Наибольшая инфляция у беднейших слоев населения, потому что цены растут на те продукты питания, которые потребляют среднестатистические россияне. Это там, допустим, сахар, соль, растительное масло, всевозможные крупы, сливочное масло. На них цены будут расти быстрее, чем на все остальные, чем на красную икру, красную рыбу и так далее. Поэтому к концу года эксперты прогнозируют, что жители края начнут искать вторую или третью работу. А успех работы промсектора будет зависеть и от инвестиций. Но уже ясно одно – из-за происходящих внешнеполитических событий, и потребность в продукции заводов будет лишь нарастать. И в определенном плане это обнадеживает. Анастасия Драган, Андрей Печоркин. День с толком. В течение 2022-го на уровне края вступили в силу 124 закона. Это на порядок больше, чем в прошлые годы. И среди принятых законопроектов есть такие, которые вызвали большой общественный резонанс. О них подробнее далее. Пожалуй, самый обсуждаемый закон этого года – о судьбе бездомных собак. После многих лет обсуждений проблемы на разных уровнях и опираясь на итоги опроса в соцсетях, краевые депутаты одобрили эвтаназию беспризорных собак. Получается, главный метод – это отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск в ту сферу обитания, откуда мы ее изъяли. Результата положительного не дал. Почему? Поголовье, к сожалению, ведь стерилизация предусматривает, так сказать, снижение поголовья, к сожалению, значит, поголовье не уменьшается. Усыплять, как заверяют депутаты, будут не всех беспризорных собак, а лишь агрессивных. Степень собачьей злобы должны определять ветеринары, зоопсихологи и кинологи. И вот тут, считают скептики закона, может возникнуть неразбериха. Что значит немотивированная агрессия? Какими тестами ее определять? Понимаете, вот это английский тест, где там надо собаке руку на резинке сувать. Ну, собака, простите, она не дура, она понимает, что эта рука-то не человека, а рука резиновая. Ну, то есть, все это до того, ну, как бы не проработано. Поэтому даже сами депутаты говорят о том, что фактически будут признаны агрессивными все поголовные, мы просто всех поусыпляем, дайте лишь нам лазейку. К концу года проблема бродячих собак, которые не только пугают, но и нападают на людей, достигла пика. Яровое, Славгород, там регулярно жалуются на стаи псов. Действующие приюты для животных с нагрузкой не справляются. А строить новую за 25 миллионов рублей, а потом еще и содержать их, возможности бюджетов не позволяют. Другая принятая инициатива о выделении большей части льготников дополнительных денежных средств. По новому закону, детей с орфанными, то есть очень редкими видами заболеваний, среди них спинально-мышечная атрофия, болезнь Нимана-Пика, наследственный ангионевротический отек, будут лечить на средства федерального бюджета. И это большой плюс для региона, поскольку на лечение таких болезней требуются огромные суммы. Теперь же высвободившиеся средства в крае могут направить на других льготников. Около полумиллиарда рублей, но если не будет данного решения, то эта сумма будет возрастать в геометрической прогрессии. Ну, не геометрической, а где-то на сайте. То есть лечение таких пациентов от миллиона до ста миллионов рублей. Их у нас около 300 взрослых. Недработники стали чуть более защищенными. Теперь они могут бесплатно воспользоваться юридическими услугами, если дело касается защиты чести, достоинства и деловой репутации. Всего в Алтайском крае правом на бесплатную помощь юриста обладает 800 тысяч человек. Медиков из них 32 тысячи. В профильном комитете подчеркнули, что пока в регионе эта возможность используется редко. У нас установлена сумма определенная на оказание бесплатной юридической помощи. Это около миллиона рублей 800 тысяч. У нас использовано 339 тысяч. Я могу, коллеги, ошибиться по конкретной цифре. И еще один долгожданный для родителей края закон. Детские аттракционы, наконец, попали в правовое поле. В опережении федеральных коллег депутаты края приняли закон о батутах, каруселях и прочих местах отдыха и определили ответственность за травмирование детей. С 2023 года за безопасность веревочных парков, каруселей и батутов будет отвечать инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин. Ее специалисты будут проверять исправность конструкции и, если нужно, выписывать предписания, чтобы дети не становились инвалидами из-за чьей-то халатности. Анастасия Драган. День с толком. В политическом плане главный итог этого года – широкая муниципальная кампания в регионе. Она завершила большой пятилетний цикл и открывает двери другому важному событию. В 2023 грядут выборы губернатора Алтайского края. Избирательная кампания начнется с весны. Политолог Константин Лукин прогнозирует, что мы услышим и об итогах правления Виктора Томенко, и о том, каким видят будущее нашей территории кандидаты на пост губернатора. Он все равно будет вынужден отчитаться за все пять лет своей работы. И главное, что он в эту кампанию начнет тестировать отдельные вещи с весны, а летом во время кампании развернет тот план работы, программу развития края на следующие пять лет. Вот все-таки первый срок для любого губернатора – вошел, чего-то сделал с командой, привлек, маленько разобрался, понял, где что есть. А второй срок – это реализация тех долгосрочных планов, которые были заложены, и вот тот базисный фундамент на продвижение своей программы. И поэтому это будет отражаться действительно на всех жителях края, и губернаторская кампания все-таки будет большим спросом пользоваться. Выборы пройдут в сентябре, и узнав имя губернатора края, мы почти сразу вступим в избирательную кампанию президента страны. Где-то с сентября после единого дня голосования начнутся там разные праймерисы, подборы, партии начнут интерпретировать и происходящее в стране, и результаты выборов, и в принципе строить уже, вот там будет большой цикл программы по развитию России. И в этом плане вот как раз следующий год все-таки это будет такая попытка переосмысления, кто мы, вот кто мы как страна, куда мы идем, куда нам надо идти, что мы себя представляем. И вот все политические силы в первую очередь сосредоточатся именно на этом вопросе. Там будет переосмысление и элитарного подхода, вот элиты это кто, да, опять же в контексте СВО. Кто-то уехал, да, кто-то там не вмешивается, кто-то наоборот помогает, да, вот все вот эти части каким-то образом будут, ну, между собой коммуницировать и сшиваться. И еще об одном из главных политических событий года. Оно произошло в Бийске. На прошлой неделе там выбрали нового мэра. Александр Студеникин, который управлял городом последние пять лет, не смог удержаться в кресле главы. Моя коллега Ирина Корчагина вспомнила, за что критиковали мэра и за что его любят простые жители. В какой-то мере, скажем так, чувствуешь себя самоубийцей, да, идешь по лезвию ножа, но я не мог отказаться. Без пяти минут мэр. С таким настроем пять лет назад Александр Студеникин входил в новую для себя роль. Понимая, что решить многие проблемы за короткий период не получится, и шквал критики неизбежен. Критики и правда было с лихвой. Несмотря на ряд политических неудач, в последний момент Александр Студеникин все же выдвинулся на второй срок. Многие из здесь присутствующих депутатов, они были депутатами, соответственно, Думы 7-го созыва. Начиная с 17-го года мы вместе с вами, ну, буквально вытаскивали некоторые направления из состояния, в котором они находились. Они находились, прямо скажем, в упадке. В своем отчете Студеникин напомнил, что предложенная им программа развития города была разработана с участием ведущих специалистов Сколково. Хотя сегодня Бийск и Сколково пока странно смотрятся в одном предложении. За бревнами надо ехать куда? На Сахалин? Бревно вот это поменять? Это буквально вам стоит три копейки. В сентябрь этого года федеральный эксперт Народного фронта устроила ЖКХ разнос бийскому мэру и его команде. Под прицел попали дворы и парки, которые недавно отремонтировали. Жители Бийска помнят, как строили многострадальный парк за ривьерой. Как коммунальщики по просьбе мэрии ночью вырывали засохшие саженцы на Советской. На бульваре Вали Максимовой мы не нашли дубовую аллею, которую высадили в 2015 году. Точно так же, как и Лес Победы на улице воинов-интернационалистов. А ведь только в этом году бийская мэрия потратила на закупку саженцев 855 тысяч рублей. Ну смысл вкладывать денег? Во имя чего? Во имя галочки, что вы сделали какую-то... Знаете, я все-таки сторонник того, что мы взяли деньги, и они должны лежать на земле. И не год, и не два, и неделю. Вот стоять, лежать. Вот тогда мы с вами сделали. Знаете, иногда не деньги нужны, а нужна организация работы. Оценка по городу Бийску пока тройка. Работы ведутся, делаются благоустройства, но еще содержание не принято в принципе. В какой-то момент своего управления Студеникин даже решил уйти в отставку. Произошло это в марте 2021 года, после того, как Дума Бийска дала неудовлетворительную оценку деятельности главы города. Однако после встречи с губернатором Студеникин изменил свое решение. Наверное, сегодняшняя ночь для меня была одной из самых сложных за последнее время. Я приношу глубочайшие извинения губернатору Алтайского края Виктору Петровичу Томенко. И первое лицо края не знало о принятом решении. Губернатор был не уведомлен мной. Он предлагал брать пример с Европы и ограничить скорость автомобилей в крупных городах края, в том числе в Бийске. Гонять по Наукограду можно, но до первой ямы. Хотя при Студеникине нормативное состояние дорог в городе улучшилось с 45% до 73%. За эту пятилетку в Бийске отремонтировали 66 километров дорог. Стоит отметить, что в 2017 году, когда Студеникин только вступил в должность, в городе даже не было муниципальной дорожной техники. Сегодня многие бельчане отзываются об Александре Студеникине с теплотой, отмечая, что при нем Бийск действительно преобразился. Я знаю, что дороги у нас тут начали делать. Парк на Зеленом Клину. Очень много сделал. Я считаю, что... А что, уже не унт? Сейчас посмотрю газету. Мне нужны объяснения, почему не устроил старый. Должны быть существенные объяснения. Да я вот с ним как-то разговаривал. Вот было время. Да мне вроде он нормальный мужик. Нормальный мужик. И все же это не помогло Александру Студеникину удержаться в кресле главы города. 22 декабря в Гордуме выбрали нового мэра. За кандидатуру на должность главы города Гийска Щигарева Виктора Андреевича проголосовало 29 депутатов. За кандидатуру Яковенко Елизавету Алексеевну проголосовал 1 депутат. За кандидатуру Александра Петровича Студеникина проголосовало 0 депутатов. Интересно, что пять лет назад значительная доля этих депутатов и выбрала Александра Петровича на пост мэра. В этот раз победу одержал молодой политик 34-летний Виктор Щигарев. Я как величайник, который не собираюсь никуда не поезжать из Городийска, я хочу пожелать всем нам, чтобы наш город действительно и далее развивался. И самое главное, чтобы величайник любил свой город, свой молодой политик. Ирина Корчагина, День с толком. В залах судебных заседаний края в этом году было шумно. Многие из уголовных дел прогремели на всю страну. О самых обсуждаемых судебных процессах расскажет Ирина Корчагина. Отчество как у вас? Александра. Александра у нас. А дата рождения у вас? Куда ехала? Эта история потрясла всю страну. В ноябре прошлого года в Тольменском районе учительница Анна Диринг решила подвезти детей из школы до дома. Женщина выехала на пути, когда уже загорелся запрещающий сигнал. Столкновения избежать не удалось. Трое детей погибли на месте. Суд приговорил женщину к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии, но учительница посчитала приговор слишком суровым и безуспешно пыталась обжаловать его в краевом суде. Уже будет год, как их нет. Она нас в покое не может оставить. Она забрала покой и здоровье всей семьи. Ни одной семьи, трех семей. В марте Центральный районный суд Барнаула назначил шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима Михаилу Старцеву. Его обвиняли в смертельной драке на Старом базаре. Также в марте решилась судьба кучок сульфата. Суд оставил без изменения решение о деприватизации предприятия. Генпрокуратура настаивала на возврате государству акций кучок сульфата из-за нарушений при приватизации предприятия в 90-х годах. А это уже другое резонансное дело. Родители пострадавших детей, которые посещали детский сад Хэппи Бэйби, могут праздновать небольшую победу. В ноябре этого года в Кемерове суд касационной инстанции вернул приговор в апелляцию, то есть в Алтайский краевой суд. Напомним, воспитательницы Хэппи Бэйби прославились на всю страну своей жестокостью. Они били, толкали и душили подушками детей, которые едва научились ходить. Камеры видеонаблюдения зафиксировали более 300 эпизодов издевательства. Центральный районный суд приговорил воспитательниц и заведующую к условным срокам. Следующее заседание назначено на январь, так что женщины еще могут получить реальное наказание. Мы не можем быть уверенными в том, что такие люди не совершат вновь преступления в отношении детей. Мы не можем быть уверены в том, что они не опасны для общества. Последний громкий процесс уходящего года состоялся в Новоалтайске. Девушка, которая тщательно скрывает свое лицо, Дарья Волокитина. В октябре прошлого года девушка сбила фельдшера на трассе Барнаул-Новосибирск. В этот момент медик оказывал помощь пострадавшим в аварии. Волокитина ехала в машине своего приятеля, у которого даже не было водительских прав. В какой-то момент девушка сама села за руль и, буквально проехав 800 метров, сбила фельдшера, не справившись с управлением. 23 декабря суд приговорил девушку к трем годам лишения свободы в колонии поселения. Облегчения, знаете, никакого нет. Потому что мы хотели хотя бы услышать последний ее момент, действительно ее раскаяние. Раскаяние не прозвучало. В этом году в нашем эфире было достаточно и добрых историй, которые буквально растопили сердца. Подводя итоги года, мы решили напомнить о самых благородных и трогательных поступках жителей края и его столицы. Сразу после сентябрьской мобилизации в крае развернулась масштабная работа волонтеров. Десятки общественных организаций и обычные жители начали объединяться, собирать, покупать и шить вещи для бойцов. У меня нет никого мобилизованного. То есть, казалось бы, это не моя беда, это не мое событие, что меня кто кого-то забрали. Но я не могу оставаться безучастной. С утра до позднего вечера неравнодушные несли коробки и пакеты с вещами. И даже после появления информации о том, что всем необходимым мобилизованные обеспечены, благотворители продолжили и помогают до сих пор. Как говорят, лишним не будет. Один вынес девочку из пожара, двое других юных жителей края спасли утопающих. За проявленное мужество в ноябре подростки получили награды. К примеру, Саша из Миногорска летом бросился на помощь тонущей пятилетней девочке. Я заметил девочку, как из-под нее круг улетел. Подплыл к ней сзади, обхватил ее, чтобы она сильно не тонула. Круг плыл в мою сторону еще, с которого она улетела. Я схватил ее за руку, закинул на этот круг. Дальше заставил ее до берега, где нас встретили. Во время этого она мне еще сказала, не отпускай меня. Тимофей из Барнаула тоже спас тонущую девочку, а 15-летний Илья из села Староалейского вынес девочку из горящего дома. Свяжут ли в будущем ребята свою профессию со спасением людей, пока неизвестно. Но своими поступками они уже доказали, что всегда готовы прийти на помощь. А вот Барнаулец Геннадий Долгополов не спасает жизни, но добрые дела совершает регулярно. Уже 15 лет он сажает деревья и ухаживает за ними в Мизюлинской роще. Честно говоря, я ему удивляюсь. Это самый удивительный на моей истории человек, который 12 лет высаживает вот здесь деревья, находятся люди, которые это ломают, а он упорно продолжает это все равно высаживать. Сколько деревьев благодаря Геннадию выросли в роще, уже и не сосчитать. Да он и не пытался. Хочет только, чтобы люди были добрее и не губили зеленые насаждения, не ломали скамейки, а исключительно наслаждались природой и благоустраивали рощи в любое время года. А эта история уж точно растопила много сердец. Корреспондент нашего канала с супругой спасли пса, которого из-за серьезного недуга должны были усыпить. Джек красил бруки, глухой с рождения, и усыпить его хотели несколько раз. Но в семье Дроздовых решили, что это совсем не слабость собаки, а ее фишка. Он не лает, он не слышит, что лают другие собаки, он на них не реагирует. То есть мы идем по улице, и он не видит, например, собаку сбоку, и она на него лает, что ты типа давай поиграть, а он идет такой спокойно. Мы говорим, да у нас воспитанный пес, поэтому он не реагирует на всякую мелочь. Семья счастлива, что у них теперь живет такой пес, и бруки отвечает им взаимностью. Благодаря неравнодушным выжил и барнаульский кот, которым отрубили передние лапы и бросили умирать на морозе. Волонтеры мечтали поставить в Алабе, что называется, на ноги. И вот спустя полгода и помощи неравнодушных в 200 тысяч рублей летом коту установили протезы в новосибирской клинике. Когда протезы срастутся с костями и кожей, в Алабе сможет жить как полноценный кот. Татьяна Голубева, День с толком. Коллектив нашей редакции, конечно, тоже старался помогать жителям края в решении их проблем. И нередко нам это сделать удавалось. Об этом, а также о других достижениях телеканала «Толк» в следующем сюжете. Все, она практически пустая. И пчел нету. Вы видите, что семья все, отошла полностью. Массовая гибель пчел почти 100 тысяч просмотров. Рост тарифов ЖКХ – около 30 тысяч. Мобилизация в регионе – больше 20. Низкие зарплаты врачей и скорой помощи – 15 тысяч. Топ самых просматриваемых репортаж на Ютюбе за 2022. А тема с массовой гибелью пчел и того больше пошла в народ. Борьбой с опасными пестицидами, из-за которых гибнут осекомые, озадачились на федеральном уровне. А не так давно пчеловоды края на свои деньги в центре Барнаула установили баннер напоминания о важности пчелы для всей экосистемы планеты. Полторы тысячи новостных сюжетов за год о тенденциях, проблемах, судьбах. Нам приятно, что своей работой мы смогли помочь многим нашим землякам. Так, после репортажа про частный рубцовский интернат для престарелых, где постояльцев морили голодом и содержали в антисанитарии, глава федерального следкома Александр Бастрыкин поручил разобраться в деле. В результате Алтайский краевой суд отменил оправдательный приговор организаторам приюта. Я этот мир просто давно не понимала. И когда оказалась в такой ситуации, думаю, боже мой, как же так? Я не могу двигаться, ничего, мне кричат по телефону, вам не нужна сиделка. После недавнего сюжета об одинокой барнаульской пенсионерке бабушку определили в интернат. Накануне отъезда в пансионат нам удалось встретиться с ней. В канун Нового года она пожелала людям следующее. Я желаю всем людям, чтобы они были неравнодушны, были добры, особенно к инвалидам. После обнародования проблемы к катастрофически низких зарплат у рубцовских фельдшеров скорой помощи медикам выделили новогоднюю премию. Это, конечно, не повышение заработной платы, но тоже приятно. Наш телеканал причастен к возвращению льготных отпусков медицинскому персоналу. От лица всех медицинских работников Алтайского края благодарю коллектив журналистов Толк за то, что оказали помощь в ситуации с отпускаем медицинских работников. Большое спасибо тем руководителям медицинских организаций, которые уже вернули отпуска своим сотрудникам. Благодаря острому слову наших журналистов, сироты из Новоалтайска получили ключи от квартиры. На этот раз без коммунальных дефектов. Семья живет и воспитывает ребенка в нормальных человеческих условиях. Если бы не средства массовой информации и государственную структуру, то мы бы не справились с этой проблемой. Вообще, когда вышел ваш эфир первый, то есть придалось огласке, уже, соответственно, не среагирует никто. Но начали все звонить уже. В этом году наши корреспонденты стали лауреатами и победителями престижных конкурсов. Так, шеф-редактор Елена Макаренко стала победителем конкурса журналистского мастерства «Сибирь.Про». Ее специальный репортаж про детскую онкологию признан лучшим в номинации «Медицина». Кстати, всего на конкурс было подано почти тысяча заявок от журналистов со всей Сибири. Признание профессиональных заслуг – это, конечно, всегда приятно. С одной стороны, ты понимаешь, что тебе удалось донести что-то важное до зрителей. Ну и, конечно же, это стимул для каких-то новых совершений. В конце этого года наш телеканал попал в топ-25 сайтов региональных ТВ. По числу посещений за июль мы расположились на восьмой строчке. По количеству уникальных посетителей даже выше на восьмой – это отрадно. Но, как говорится, нет предела совершенству. И к этому мы будем, конечно, стремиться. Валентина Аскерова. День с толком. До боя курантов осталось совсем немного времени. И пора подумать о том, какое желание загадать на праздник. Верят ли в новогодние мечты барнаульцы и какого чуда ждут в наступающем году? Ну, конечно, под бой курантов обязательно будем загадывать желания, писать свои желания и надеяться, что они сбудутся. Самое главное, конечно же, счастья, здоровья, любви, удачи. Только это для всех, а себе? Себе. Это самое главное. Второго хочу. Ребенка. Здоровья, наверное, таким людям в моем возрасте. Счастье, когда человек утром встает и ничего не переживает и радуется. Это прекрасно. Дай Бог, чтобы каждый утром радовался. Чтобы у кое-кого были деньги. Это у кого? Это у бедных. Чтобы все люди, которые здесь в этом году были счастливы. Чтобы свободно проезжать. Без пробок. Мы потому что на тренировку всегда с пробками ездим. Пробки это бы, конечно, хотелось. Хотелось, чтобы их было поменьше. Конечно, чтобы проехать было спокойно. Чтобы также дети сюда, площадки проехали. Если в мечту поверить всем сердцем, то она обязательно сбудется. Уверены известные общественники, ведущие деятели нашего края. Каждый из представителей важного социального направления поздравляет с наступающим Новым годом и желает нашему региону развития, а его жителям благополучия. Уважаемые друзья, как руководитель парка «Изумрудный» я хотел бы пожелать, в первую очередь, процветания и нашему родному краю, и каждой семье нашего региона. Ну и, конечно же, хочу пожелать, чтобы в следующем году было еще больше благоустроенных, комфортных, красивых общественных пространств и зеленых зон. Желаю в следующем году посетить отреставрированный дом Шадриных, пройтись по сей бракловильному заводу, полюбоваться обновленной Демидовской площадью и не потерять ни одного памятника истории. Хочется искренне, от всей души, от всего сердца, от лица волонтерских движений Алтайского края поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать как можно больше добрых дел. Крепкого здоровья, семейного благополучия и всего самого наилучшего. Желаю вам в наступающем году финансового благополучия, чтобы дом был наполнен полной чашей. Коллегам-предпринимателям я хочу пожелать успехов в делах, завершения начатых проектов и освоения новых высот. И мирного нам всем неба нам города. Хороших информационных поводов в новом 2023 году. Пусть будет больше добра. С Новым годом! Коллектив телеканала «Толк» присоединяется к поздравлениям. Мы желаем всем нашим зрителям только приятных эмоций и больше позитивных новостей с 2023 годом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!